привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать палетку от наташи диноны спасибо катеньке благодаря ей я узнала о том что наташа динона выпустила свою мини паста палетку мне она сразу понравилась знаете вот прям как катенька выставила я сразу же вот скажем так решила я ее должна купить она стоит 24 паунда без скидки я не могла дождаться чтобы была на нее скидка сделана палетка в италии здесь 5 оттенков по 0 8 граммов такая маленькая палетка вот тут у нас оттенки и один из них аврора это дуахромный оттенок потом у нас идет твиги это металлический онтарио это тоже металлический ари это матовый и систар это мерцающий металлический покупала я эту палетку на культ бьюти на удивление извиняюсь она появилась как-то быстро обычно на вообще обычно палетки от наташи в англии как-то появляются прям как будто бы последние да уже у всех они есть уже всех их приобрели только в англии они появились здесь на удивление как-то очень быстро они по и она эта палетка появилась я и сразу же ухватила потому что частенько и быстро разбираются на лица out of сроках конечно потом опять завозят опять продают ну знаете вот когда прям хочется хочется сразу это вот этого до огромный оттенок здесь нельзя их вытягивать менять как обычно делает наташа динона в маленьких такого не получится сделать но я очень люблю ее маленькие палетки я просто обожаю я вообще люблю из-за того что здесь просто мало теней начать хотя бы даже с этого потому что знаете использовать вот так использовать всю палетку знаете это надо еще и постараться а здесь ее удобно и собой брать и быстро израсходуется если пользоваться ею часто давайте посвочим вот этот вот первую только прям кремовый оттенок это аврора очень-очень кремовый это такой до хром такая какая-то мята с золотом и таким розовым подтоном потом у нас идет оттенок твиги это уже такой медно-розовый металлик его также на официальном сайте наташа называет айси бэйби пинк да видите такого и онтарио это айси sky blue это у нас такой ледяной голубой металлик давайте вот эту дуахром посвочим давайте его еще поднаберу здесь видите множество блесточек вот этот айси пинк айси blue вот они вот видите видно что он прям такой кремовый оттенок по сравнению вот с этими потом у нас идет матовый единственный оттенок в этой палетке ари но он знаете кремовый он не сухой он именно такой кремовый и последний оттенок sister это мерцающий металлический такой приглушенный кобок кобальт тоже такой я бы сказала бы кремовый оттенок именно кремовый палетка такая знаете она как будто бы кремовая прям вся интересная формула у наташи мне кажется такую формулу я еще у нее не встречала посреди здесь кажется такой темный оттенок а на деле это такой очень красивый оттенок вот посмотрите как красиво он сверкает они даже можно сказать но это не такой матовый да не такой до хромный который мы привыкли видеть у клеоны у той же наташи в ее жидких тенях это такой другой здесь просто такие блесточки поверх оттенка и за счет этого как будто бы передается до хромность ну я бы его духомным вообще не назвала бы даже близко к духовному я бы этот оттенок не назвала бы но мне кажется он вообще вообще далек от понятия до хромности поэтому сказать что в этой палетке до хромный оттенок находится я бы не сказала бы и мне кажется продавая палетку на сайте этот оттенок выглядит совсем по-другому мне кажется не надо заявлять что это доохромный оттенок потому что ну мне кажется вводить людей в заблуждение потому что ну это ну не доохромный оттенок ну вообще никак вот эта палетка вот так вот она выглядит эти оттенки палетка поближе красивая на самом деле палетка готова тел как-то вот так вам покажу красиво очень палетка видите такие вот кремовые в ней оттенки формула ну как я повторюсь уже какая-то она другая не такая какая как обычно у наташи но оттенки красивые я вообще люблю оттенки вот когда оттенки айс кажется не такие очень очень интересные вот такие вот оттенки перетянул где-то 2 но это вообще не духом даже знаете бывает что на камере не передается в реальности вы видите то здесь нет вообще нет сверкает красиво оттенки красивые вот видите как они сверкают красиво посмотрите очень красивые оттенки вот поближе покажу вам вот такие вот вот такая вот палеточка вот они при вечернем искусственном освещении все это конечно же сверкает сияет неимоверно красивый вот этот вот темный видите как красиво смотрится это не смотрится так как палетки поэтому если вы увидите палетку вам покажется этот оттенок очень темным на деле видите он такой очень красивый и светлый синий сказала бы даже такой отнесла бы голубому ну вот он немножко темнее чем вот этот вот айси blue а так мне кажется все оттенки тут просто шикарные даже что то есть в этом зеленчатым зеленым если сказать просто вкратце то формула вот в этих тенях у наташи динона вот в этой маленькой палетки она мне понравилось меньше всего то есть это для меня не наташа динона и не те тени которые она делает насколько я знаю она экспериментирует с разными формулами она пробует делать разные формулы и конкретно в этой формуле палетка мне не понравилось мне кажется те оттенки которые умеет делать наташа динона и теми оттенками которые она славится это не эти шиммерные у нее оттенки могут быть просто великолепно не буду держаться долго стойко но почему то вот не эти здесь вот палетка да она у нас мини пастельная поэтому знаете вот оттенки немножко такие миловые что ли такие белесые поэтому можно списать на то что она такая по пигментации по оттенкам на то что это все-таки пастельная оттенка но стойкость все-таки у этой палетки ну так себе наташа точно может делать лучше вот этот вот темно-синий который кажется он такой знаете для смоки макияжей он недостаточно пигментирован как казалось бы здесь он видите такой прям темный темный на деле же это совсем не такой темный матовый хороший оттенок и знаете он вот на фоне всех этих оттенков он выделяется то есть по любому какой бы вы не нанесли шиммер с этим вот оттенком они все подскатаются этот останется и он будет прям выделяться на фоне любого оттенка даже вот этого казалось бы темно-синего этот зеленый он все равно будет прям знаете доминировать этому формула матового оттенка здесь просто на все 100 до 100 хайста он не скатывается но вот эти все скатывается хотя я знаю что наташа есть шиммерные тени она делает формулу которые не скатываются не знаю почему скатывается не тут но и тут если честно чувствуется что у нее какая-то другая формула и вот эти матовые они конечно выше всех похвал как я уже сказала какие бы вы наверх тени не нанесли они просто поблёпа потемнеют потускнеют и сразу же будем видит виден вот этот зеленый то зеленый будет просто как я уже сказала доминировать во всем светло-голубой он такой небесный вообще вот эти вот небесные оттенки они очень такие знаете белесые очень таким ну можно сказать пастельные как заявлено в этой палетке все таки она не зря на названная пастельная по поэтому наверное из-за этого это очень такие нежные оттенки но как бы там ни было матовый все равно будет выделяться вот на фоне вот этих двух на фоне всех принципе этот матовый будет выделяться но вот этот вот небесно-синий как и небесно-розовый смотрится очень очень нежненько даже при наслаивании вот этих вот оттенков все равно вот этот будет выбиваться оттенок зеленый матовый блестящий он знаете вот даже вот здесь вот я его наносила мне кажется вообще если наносить одинаково эту палетку то вот этот закончится быстрее всего здесь как будто бы такие блестки зелененькие которые видны кстати на нанесение это не какая-то вот ну мне кажется это не единый какой-то оттенок да это именно вот на какой-то базе такие вот маленькие зелененькие блестки но они не осыпаются просто как будто бы база немножко тускнеет и видны вот эти вот блестки да отдельно отдельно от этой базы поэтому в общем то в общем то палетка наверное из всех что я попробовала от наташи динона на сегодняшний день она мне понравилась меньше всего какая-то вот формула в ней другая что мне она не совсем понравилось вот казалось бы и оттенки интересные мне нравятся эти оттенки не знаю зачем сюда зеленый матовый но все-таки это такая пастельная оттенка поэтому как бы зеленым может быть сюда бы даже и подошел бы но он такой пигментированный такой четки на фоне вот этих вот оттенков что его с этими на оттенками наносить нельзя потому что он просто будет доминировать и все вот эти оттенки они поблекнут на фоне вот этого и ну в общем то наверное мое мнение что как-то наташа со своими наверное со своими пробами исканием новых формул вот с этой формулы она промахнулась на мой личный взгляд у нее могут быть крутые палетки и они у нее есть и может быть это ее старая формула но она крутая эта формула здесь же вот все таки не хватает не хватает стойкости пусть даже здесь они такие беловые такие вот пастельные но это и есть пастельная палетка да что именно вот в стойкости они конечно очень-очень проигрывают другим палеткам они скатываются ну относительно быстро я бы сказала бы вот этот оттенок розовенький он смотрится очень нежно красиво на глазах как самостоятельный оттенок но долго вы его не проносите а у наташи все-таки есть формула которых теней которые вы можете проносить долго поэтому наверное из всех палеток наташи вот это как-то для меня палетка пока чтобы ну стоит допустим в конце рейтинга именно из-за ее формулы и опять же вот этот вот шиммерный оттенок все-таки у него есть качество лучше и она может делать даже если это какие-то такие вот видите с зеленым каким-то таким отливом я не знаю хотела она сделать как доохромный или хотела на сделать как шиммерный но они у нее есть формула она гораздо лучше красивее смотрится на глазах здесь вот как будто бы и не скажу что наташа динона поэтому как бы немножко у меня такое разочарование получилось в этой палетке к сожалению но вот на этом все спасибо за внимание жду палеток с равно от наташи динона всех целую всем пока